Привет всем! Вы на канале Просто Детки и у нас продолжение летсплея по Angry Birds Evolution. Началось новое событие, но событие не простое. Событие просто вообще вот конфетка. А всё почему, смотрите. У нас можно выиграть, в общем, всех птиц шести звёздочных. Причём вот тут пишут... Нет, подождите, не здесь. Да, даже сама первая птица, вот, мастер чудо-птица. То есть все мастера. А вот, получается, видите, первая птичка, вторая, третья, все мастера. Если учесть, что у меня до этого всего три птички мастера, если я выиграю ещё вот здесь три, ещё, может быть, там по уровню пройду, тоже ещё одну выиграю. То есть это будет просто обалденно. Я подготовился немного к инкубатору, скажем так. Опять золотые пилетики у меня есть, но я их буду использовать в последний момент. Ну и вот 31 плюс там ещё лежит на складе немного. И бесплатная реклама, так что вот готов выводить. Прям сейчас готов заработать хотя бы одну птичку. В общем, вот я уже потратил, наверное, 35 или сколько-то билетиков. Пока тишина, как видите. Уже x8 шанс, но если учесть, что в среднем где-то 40 билетов я трачу на получение птицы события, то вот можно сказать, что пока не повезло. Ладно, продолжу. Вот она, моя мастер-чудо-птичка. Причём вот мне с похода, ну, этот, выпал, короче, один билет всего серебряный. Думаю, да открою, просто чтоб не валялся. И вот, как бывает, вот там 40 штук или сколько открываешь, ничего. Один-единственный. И получается чудо-птичка. Супер. Так, дальше у меня вот этот есть, следующий персонаж, но только не мастер, а пятизвёздочный, да? Теперь есть шанс выиграть вот пятизвёздочного. Супер. Так, а что у нас с этой птичкой? Надо посмотреть. Так, а пока я пускал разведчика, вот по сюжету у меня собрались эти вещи, которые нужны. Хорошая работа. Так мы вмиг домчимся до Бекон-Плаза. Продолжение сюжета будет позже, когда вот закончится событие. О да, мы добрались до Бекон-Плаза. Пора положить конец планам Дона Бекона. Где, куда? А, ого, какой здоровый там охранник. Ладно, с ним мы позже разберёмся. А пока всё-таки хотел глянуть на нашу новую птичку. Причём, смотрите, видите, да, раз мастер, значит уже от сотого уровня. То есть никакие, а не нужно проводить там, мать я, ну, эволюции и всё остальное. Всё уже сделано заранее за нас. Причём вот сразу с нуля, как только дали мне её, у неё уже событийная мощь 11 330. То есть уже больше, чем вот у некоторых моих птичек, которые находятся в списке. Вручил ей немного рун. Вот даже три фиолетовых у меня валялось там на складе. А, уже сила поднялась. То же самое, супер выстрел можно вот немного прокачать. Немного, потому что у меня нет этих вот, как их там, горлов. А, ну вот уже 14. А, подождите, это её родная сила, 14. Чё, блин, а событийная вообще, он 70 уже. Ой, класс. А, и вот я думаю, сейчас у меня получится её прокачать на 125 уровень. Вот оно. Там пришлось продать кое-чего. Но теперь могу сделать эволюцию, и она станет ещё сильнее. Плюс 650, сверхъестественная, да? Всё у меня есть, как видите. Ну и отлично. Вот, уже было в начале 11, сейчас уже 16. 647. Можно качать теперь её на 150 уровень, были б деньги. Вот даже эти тотемы есть, а денег, в общем, нет. А, ну и вот по событию получается. А, редактирую команду. В принципе, кого-то в любом случае придётся выкинуть. 82 тысячи. Событийная мощь. То есть, реально больше, чем все остальные вместе взятые, да? Как-то так вот. Итак, друзья. 140 билетов. 140, блин, дурацких билетов. Потратил я на то, чтобы выиграть второго. А, героя этого событийного, классического, в общем, так и не выиграл. Из них, конечно, было 7 золотых использовано, то есть 70 просто серебряных. Шанс, по-моему, там около 27 был. Но так оно мне не выпало. Выше, чем, по-моему, там, че 16, че 18. Я ещё ни разу не поднимался. А всё время выигрывал. А здесь вот такое количество билетов и всё впустую. Меня это так расстроило, честно говоря, даже не хотелось дальше и записывать. Но ничего. Утро вечера мудренее, как говорится. Идём дальше по сюжету. Что ж. Я уже подготовился, в принципе, вот к следующему событию, которое скоро начнётся. Запас вот обычной серебряной билеты, видите. Золотых ни одного всё потратил. Но, надеюсь, в следующем событии повезёт больше. Раньше и так везло. Но пока у нас сюжет. Итак, вот этот демон какой-то такой здоровый, да? Арррр, моя злица. И ещё чесаться. Но в основном злица. Прикол. А мыться твоя не пробовала. На автобой ставлю, в принципе, тут ничего такого. От него ожидать не стоит, вон. Чак с ним разобрался. На ура. А? Теперь будет у него время помыться. Так, что это у нас здесь? А, мы... Вы настоящие герои, чемпионы, мастера. Но это... Конец. Он прав. Орлиная команда даже в лучшие времена не могла тягаться с армией Бекон Хэдс. Мама, почему ты оставила меня? Так и будем пищать, как ощипанные? Или думать начнём? А, почтенная орлинная команда. То есть, этого мастера-клювокия классического не выиграл. О, начинается. Снова это мистическая тумба-юмба. Мы знаем, что сок Бекона был сделан с использованием гена злости клёвой девочки. Девчонки. А нужно понять, как именно. Слабость есть у каждого зла. У каждого зла зла. У каждого... У каждой моей бывшей тоже есть, да? Клянусь, это чистая правда. Хорошо сказано, мастер-клювокий. Ты в какой-то веке сказал что-то стоящее. Птицы, раздобудьте мне образец сока Бекона. Возможно, я смогу создать антидот. О, блин. И куда вам дальше идти? Что, опять сначала? А если ищете сок Бекона, то в пустыне несколько минут назад доставили целый ящик. А глупые туристы его пока не обнаружили. Но это лишь вопрос времени. Короче, я уже оценивал. Получается, вот мы опять начинаем. Оттуда, откуда пришли, только вот уже другими маршрутами, да? Так, а этого, блин, здорового мы можем прибить как-то? А спецхряки, слушай мою команду. Готовь, сцельс, хрякс. А это вообще он не по заданию, просто так, наверное. В общем, меньше свиней, меньше проблем. Так что, если мне этого даже не надо было делать, я это быстро сделаю. О, ред красавец. Все мимо. Пока приграды поломают. Вот так вот. Чак опять разобрался. Потом. Ну, как-то так. А если вдруг его не нужно было бить? Ну, что ж. Извини меня, хлюшка. Зато теперь здесь никого нет. Можно он быстрый бой провести по заданию. В башне. Вот так вот. А, у меня уже лимит этих зелий, блин. Надо кого-то прокачать. Денег нет. Ну, давай. Ну, давай. Чего ты? Как мне сюда пойти? А, мне отсюда нужно. Чего? Я с той стороны хотел. А потом я говорю боссу. Не-не-не. Какой пропуск? Я отправляюсь в отпуск. Ха-ха. Привет. А, сейчас мы тебе устроим хороший массаж в отпуске. О, там какой-то свино-ежик. Блин, видели? Желтый какой-то такой колючий. На Соника похож. Ха-ха. А что ж, он никак не зарвут тот туалет? О, наконец-то. Малыш, ты не заблудился? Малыш, ты не заблудился. Мамочки твоей нет уже. Победа. Эй, куда это вы направляетесь? Можно нам с вами? Разве что в качестве закуски. Ого, не понял. Нельзя, чтобы наш план пошел прахом. Отвлеки любопытных свиней по пути в пустыню. Победи Бекон Хэт с четырех и собери указатели. Поехали. В принципе, в любых разведчиках, да? Интересно, как они будут засчитывать. Так, а ну-ка. Быстрый бой, если сделать. Что-то будет с этого или нет? Да, вот указатель дали, получается. Бекон Хэт. А, да, видите, то есть можно на быстром бое пройти. В отличие от как в предыдущем обзоре, я там не помню, сколько кого бил. А, вентиляторы я долго в прошлом обзоре искал, тогда разведчиков, наверное, штук двадцать отправилось, а не больше. А здесь вот, все обещает быть быстрым. Ну, я когда-то буду, а, видите, они все эти, такие ежики. Когда-то буду, я продолжу. Хотя, в принципе, все быстро происходит. Почему бы и нет? На автобое, тем более. Даже ходят три этапа. Ну, конечно, когда просто нажимаешь, а быстро будет, то оно совсем быстренько все происходит. А так просто немного дольше. То есть, эти свина Хэтсы, там, Чебекон Хэтсы. Ой, Ред, как ты промахнулся, а? Все. Так, глянем на подарки. В смысле, призы. Ясно. Да, эти Хэтсы все. А, указатель мне так и не дали, слушайте. А, получится, за каждого разведчика, наверное, будет указатель. А ну-ка. Сейчас проверим. Хотя нет, 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 нет. Что-то здесь не так. А ну-ка. Вот сейчас должен быть указатель, по идее. Нет, видите, не дали. Я сглазил. А вот за большого дали, видите, сразу два указателя. Прикольно. А, все, добыл последнюю табличку. Ха-ха, свиньям это понравится. А теперь поспеши. Нужно найти ящик сока бекона в пустыне. 100 монеток. Так, слушайте, в банном полотенце, в халате каком-то, да? О, тут что, написано, яичная вечеринка. Обожаю яйца. Так, боюсь, тебе это не понравится. Очеринка. Как и все остальные. В которых принимают участие птички. Бам. Ну, хоть чудо-птицу эту взял, вот, классическую. В следующем событии, которое будет, вот, дальше дойду по сюжету. Еще один какой-то с чубчиком. А, апчи. О, нет. Только не говорите, что у меня опять свиной гриб. Ха-ха-ха-ха. А, нам главное, чтобы не птичий гриб, да? А свиной мы как-то переживем. О, там кристаллики и монетки были в вагонетках. Но дело в том, что... А-а-а. Я ж на автобое, поэтому не выбил их. О, а вот уже и почти. У цели. А, ящик сока бекона будет не так просто вскрыть. А, победи бекон хэдс 10 штук и монтировки, да? Хорошо. Точнее, плохо. А, пока я собирал вот эти все нужные ингредиенты, компоненты, решил пройти путешествие. Это вообще время не участвовало, оно скоро закончится. И вот пробежался уже до босса. А, причем, там даже до сих пор, по-моему, все не собрал, что нужно. Как-то так удачно пропедлял, почти не воевал. Ну, не знаю, на автобое попробую провести. Конечно, это опасно. У них тут жизни много. Хотя, видите, и ходов там тоже, как бы. А, бить они будут уже, в принципе, скоро. Лучше я все-таки, наверное, сам повоюю. Вот так вот. Это хороший ход от самых больших всех прибил и жизни полечил, да? А на автобое он бы сейчас куда-нибудь там в сторону выстрелил бы. И, в общем... Скорее всего, меня, может, прибили. Ну, давайте, бейте. Только попробуйте. Не-не-не. Тут у меня аж ред заряжен, еще один есть. Ну, взрывайся, блин. Тут за весом бывает иногда. Нет, все-таки взорвался. Вот так вот босс пал. Здесь есть шанс выиграть. О! Видели? Одна эпичная руна на все эти вот, да? И я ее выиграл. Супер вообще. Просто идеально. Так, ну вот, что мне дали. Это хорошо. И сейчас посмотрим... О, вот как раз хватило всего. Отлично. Неплохо. Отнеси-ка доктору Стрэнджберду образец сока бекона. Совместил приятное с полезным, да? Э? Эй, это сок бекона. Говорят, он окрыляет. Сто пудово. А сейчас как пну тебя будешь лететь далеко, высоко. Как будто у тебя там 20 крыльев. Вот. Видел, как полетал хорошо. Отличная работа. Тебе удалось раздобыть идеальный образец сока бекона. Но чтобы протестировать его, мне потребуется дополнительное оборудование из моей лаборатории. А сможешь заглянуть в нее на обратном пути? Что-то оттуда идти. Пипец. Глава 18. Возвращение свиней. А я думал, мы там все уже расчистили. Как же так? Мы же там прокатились катком. После сока бекона хочется рвать и метать. А, я понял. Это такие вот, типа, панки. Это после того, как они иен это, да, вот, выпили, типа. Да, короче. А я думаю, что ж они так поменялись. Все, это ж после этого. Ясно. Сразу как-то не сообразил. Вон и какая куча. Целых три штуки таких вот мутировавших, да? А большой тут, интересно, мутировал или нет? О, отлично. Достал до него. И камень там разбил. Нет ресурсов, не страшно. А, точнее, нет места. А, стоп. Мы не можем воспользоваться лавовым спуском. Он же спалит нам все перья. А не в этот раз. Я отправил вам немного огнезащитника. Мой революционный огнестойкий аэрозоль способен сберечь даже от самой горячей лавы. Ясно. Я думал, разворачиваемся опять. О, блин. Ой. Телепортационная курьерская служба снова дала сбой. Узнай, куда приземлились баночки огнезащитника. Собрать пять спреев и тюбик их с мазью, да? Блин. Вот как это все долго происходит-то. А ну-ка, интересно. Не выпало ничего, как по мне. Посмотрим, что у нас покажет быстрый бой. Ну-ка. Да, вот дали спрей. А, вот за одного. Вообще дали три спрея, как говорится, за одного свина. Прикол. Так, ну опять тюбики клей, это не быстро было собрать. Я вот не знаю, сколько десяток разведчиков точно потратил, не меньше. Отлично. Огонь теперь нипочем. Ну что, лавовый поток ждет. Отправляемся вперед. А они тут все отдыхают, да? А в последнее время все так и хлещат сок бекона. И меня уговаривают. Такое свинство с их стороны. Хе-хе-хе-хе. О, да они все вон там мутировавшие уже, видите? Такие все красавцы. Какие-то инопланетяне-гуманоиды. Так, я там потратил эти билетики всякие, которые у меня не вмещались. А теперь серебряные не вмещаются. Ого, аж туда. Через гору эту. Ладно. А пятачок чешется. И это меня бесит. Сейчас почешу, подожди секунду. Главное, чтобы когда чесал, чтобы он у тебя вообще не отпал. Вот так. Ох ты, какой летун. Короче, у них там все отпало, они только пятачки. А, о нет. Это теперь моя лаборатория. Спроси Дона Бекона. Короче, опять что-то собирать. Это же достает. Возьми парочку образцов копыт с Бекон Хэтс. А кто знает, может нам удастся обратить эффект сока Бекона. А нельзя было раньше сказать. Я их вроде бы там такие тонны перебил. Я бы насобирал копыт там хоть, блин, пару составов. Вот. Что-то там падает, не знаю. Сейчас гляну. Что с них там падает. Нет, тут ничего. Странно. Может, с большого упадет? Только не говорите, что три этапа нет. Да, вот только одна пробирка. Видите? Билеты. Ай, потому что вот лимит. Так, все собрал. Это было немного быстрее, чем в прошлый раз. Отлично. Отправляйся в мою лабораторию. Принеси испытательное оборудование. Командир, блин, нашелся. У тебя что, крыльев нет? Сам бы слетал. И принес. Ааа, Бекон Хэтс повсюду. Скорее тащи тестовое оборудование доктора Стрэнджберда. Ааа. Вообще, эту конструкцию все вырубили сразу. А вообще, все вырубили сразу. Бекон. Хорошо, с твоей помощью мне удалось провести обстоятельные тесты Сока Бекона и Бекон Хэтс. Полученные результаты оказались весьма интересными. Вынужден сообщить, что эффект Сока Бекона необратим. Однако, возможность остановить чудовищных Бекон Хэтс и помешать Дону Бекону захватить остров существует. А катализаторами злости в Соке Бекона служат ледяные ферменты с Белой Гор. Там-то Дон Бекон его, скорее всего, и производит. А, наведайся на завод Сока Бекона и прикрой эту лавочку. Ладно, команда, приготовьтесь. Нам снова пора на Касагор. Во как. А ну, хорошие новости. Мы нашли завод Сока Бекона. Плохие новости он вон на том острове. Напомните, кто там у нас? Навигатор. О, уже 19-я глава. Прикольно. Опять возвращение свиней, да? Вот он. Заводик. Так, ну я думаю, мы к нему уже пойдем в нашем следующем выпуске. А на сегодня хватит. С меня уже столько всего разведывал, собирал этих запчастей. Уже глаза болят. Буду прощаться с вами до следующей, скорее всего, среды. А если вам нравится Angry Birds Evolution, да и просто рассерженные злые птички, то оставайтесь с нами. Скоро продолжение и не забудьте поставить лайк. Пока-пока.